Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве и, в частности, о Священном Писании Библии. В прошлой публикации мы добрались до 4 главы Евангелия от Иоанна. В начале 5 главы Иисус оказывается на празднике в Иерусалиме. Что это за торжество не указано в тексте, а комментаторы расходятся во мнениях, предлагая либо Пятидесятницу, либо праздник Кущей. Там у овечьих ворот была купальня Вефезда. В ней время от времени ангел-господень возмущал воду Иоанн 5-4. И первый, кто в ту воду погружался, выздоравливал, какая бы хворь его не одолевала. Кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Иоанн 5-4. Христос увидел там лежачего больного, который провел около купальни уже 38 лет, так как не успевал добраться до воды раньше других. Это вполне логично, ведь возмущение воды, вероятно, совершалось не часто, а желающих исцелиться было очень много. Лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Иоанн 5-3. Спаситель сказал ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». Иоанн 5-8. Человек так и сделал, но день был субботний. Потому окружающие иудеи стали возмущаться, ведь нельзя постель свою носить субботу. Посему иудеи говорили исцелённому, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Иоанн 5-8. Кстати, теперь, выяснив, какой был день, рискну воспользоваться бритвой Оккома и предположить, что праздник, о котором шла речь выше, был Шаббат, еженедельное еврейское торжество. Бывший лежачий больной ответил, что делает так, как велел тот, кто исцелил. Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Иоанн 5-11. Тогда его спросили, кто это, но он не знал имени, а Иисус к этому времени уже скрылся в толпе. Позднее Христос встретился с тем человеком в храме и сказал, «Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Иоанн 5-14. То есть мы можем сделать вывод, что болезнь – это наказание за грехи. С учетом того, что грешат все, можно смело поддержать утверждение врачей о том, что нет здоровых людей, есть недообследованные. Бывший лежачий больной вернулся к иудеям и рассказал, что того, кто его излечил, зовут Иисус. Давайте предположим, что он не хотел Христа подставить, а только рассказать друзьям и родственникам, что есть такой замечательный целитель. Но им это не понравилось. У иудеев уже был Бог, который запрещал делать дела в субботу. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иоанн 5-16. Он объяснил. Иисус же говорил им, «Отец мой доны не делает, и я делаю». Иоанн 5-17. Но они еще больше возмутились и записали его в богохульники. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Иоанн 5-18. Спаситель и дальше стал объяснять, почему он сын Отца Творящего. Иоанн 5-19. Он говорил о последнем суде. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанн 5-22-24. Обещает искрешение мертвых. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, и услышав, оживут. Иоанн 5-25. В конце длинные речи добавляет. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанн 5-39. И еще. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Иоанн 5-46. Как вы успели заметить, обращается Иисус к иудеям и, соответственно, говорит о еврейских писаниях, то есть о том, что мы знаем, как ветхозаветные тексты. Христос напрямую, без обиняков, заявляет, что о нем предсказано в иудейском священном писании. Если вы все еще до сих пор сомневались, что Спаситель связан с евреями и их пророческими книгами, то вот оно вам, еще одно подтверждение из уст самого Иисуса. Обратите внимание, в ветхозаветных текстах говорится о приходе еврейского мессии, Машеаха, а не общемирового. Шестая глава начинается историей прокормления пяти тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбками, с которой мы уже познакомились в трех предыдущих Евангелиях. После него все решили, что это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иоанн 6,14. Таким признанием дело не ограничилось. Народ решил сделать его царем. Но Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Иоанн 6,15. Несчастные, вечно голодные люди готовы были подняться на революцию ради того, кто их сытно и бесплатно накормил. Пока Христос был на горе, ученики в лодке по морю отправились в Капернаум. Погода была неспокойной. Дул сильный ветер, и море волновалось. Иоанн 6,18. Преодолев часть пути, они увидели спасителя, идущего по морю. Ученики испугались, но Иисус сказал, «Это я, не бойтесь». Иоанн 6,20. Люди, не видевшие, как Христос уплывал на лодке, стали его искать, нашли в Капернауме и спросили, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иоанн 6,25. На что тот отвечал, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Иоанн 6,26-27. Тогда люди попросили конкретных инструкций, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иоанн 6,28. И Спаситель ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал». Иоанн 6,29. Непонятно мне суть недовольства Иисуса. Люди же искали Его, вероятно, потому что уверовали. Дальше Его уговаривали сделать знамение, но вместо этого Он рассказал, что хлеб Божий есть тот, который сходит с небес, и дает жизнь миру. Иоанн 6,33. Люди сказали, что всегда хотят есть такой хлеб, а Он добавил, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иоанн 6,35. На мой взгляд, здесь имеет место конкретное недопонимание. Иисус говорит о вере, о метафизике, о философии. А у людей не закрыты базовые потребности пирамиды Маслоу. Они жаждут банального, реального, конкретного хлеба. И то, что Абрахам Маслоу свою пирамиду еще к тому времени не создал и даже не родился, не значит, что не нужно удовлетворять базовые потребности. Думаю, такое недопонимание и стало одной из причин, почему люди потом будут требовать его распять. Они почувствуют себя обманутыми и разочарованными. Однако, часть иудеев не была очарована Христом. Они говорили, «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иоанн 6,42. Он же велел им не роптать и добавил, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанн 6,44. На мой взгляд, это очень важная цитата, которая говорит нам о том, что все предопределено. Все решено давно из-за нас. Если Бог не захочет, не посчитает нужным, то он не приведет конкретного человека к Иисусу и к вере в Спасителя. Получается, что тот, кто не верит, не виноват. Это не его выбор. Так решил Бог. В следующей строке Христос подтверждает свои слова с ссылкой на ветхозаветную цитату. У пророков написано «И будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Иоанн 6,45. Это достаточно вольно пересказанный текст из книги пророка Исаии. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Исаия, 54,13. Спаситель обещает «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иоанн, 6,51. После его слов иудеи были, мягко говоря, озадачены. «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иоанн, 6,52. Иисус же не замечает реакции окружающих или не обращает на нее внимания и добавляет «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем Иоанн 6, 53, 56 Согласитесь, для неподготовленного слушателя речь эта звучит как-то по-вампирски или по-каннибальски после таких слов и ученики его засомневались какие странные слова кто может это слушать Иоанн 6, 60 а потом и вовсе некоторые ушли от него с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним Иоанн 6, 66 О таком не говорилось ни в одном предыдущем Евангелии Однако по утверждению апостола Иоанна Спаситель заранее знал об этом Ибо Иисус от начала знал кто суть неверующие и кто предаст Его Иоанн 6, 64 Непонятый Христос обращается к 12 апостолам которые оказывается к этому времени уже были избраны но евангелист Иоанн не упоминал об этом Тогда Иисус сказал 12 Не хотите ли и вы отойти Иоанн 6, 67 Апостол Петр отвечал за всех Господи кому нам идти Ты имеешь глаголы вечной жизни и мы уверовали и познали что Ты Христос Сын Бога Живого Иоанн 6, 68 69 Спаситель добавляет Не двенадцать Нас ждет седьмая Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Пишите комментарии Делитесь в соцсетях Спасибо Вам за внимание Субтитры